Итак, студия Купол продолжает свою работу здесь, на Нижегородской ярмарке, где проходит форум информационных технологий. И у нас в гостях заместитель министра связи Российской Федерации Алексей Константинович Волин. Здравствуйте, Алексей Константинович. Вы у нас на этой форуме впервые? Да. Рассказывайте, как попали, какими судьбами и, главное, с чем приехали. Я приехал не с чем, а зачем. Приехал для того, чтобы посмотреть, что здесь происходит, пообщаться с представителями индустрии и обсудить вместе с ними, что может быть сделано со стороны государства для содействия развитию IT. При этом мы прекрасно понимаем, что IT-индустрия, она, по счастью, является индустрией в достаточной степени самодостаточной и не выступает в роли ни просителя, ни плачущего персонажа, который ходит в государство и просит дать ему денег. Государство, со своей стороны, приняло самое лучшее участие, на мой взгляд, в становлении российской IT-индустрии. Она создала условия для взрывного роста индустрии. Это происходило по нескольким направлениям. Во-первых, государство выступило одним из крупнейших заказчиков IT-разработок. Во-вторых, государство установило очень важные и серьезные стандарты, задрав планку дистанционных онлайн-услуг, распространив это на государственное управление, на электронное правительство, на открытое правительство, на государственные сервисы, которые получаются в электронном виде. В-третьих, государство создает инфраструктуру для IT, потому что то, что сегодня происходит, когда государство выступает крупнейшим заказчиком проникновения широкополосного доступа в интернет, дотягивая оптоволокно для населенных пунктов уже с населением в тысячу человек, в Нижегородской области все населенные пункты с количеством жителей свыше тысячи человек имеют оптоволокно, но туда заведено. Теперь вместе с Ростелекомом по области отрабатывается программа прокладки оптоволокна в населенные пункты свыше 250 человек. Это все увеличивает спрос на индустрию и, собственно говоря, создает предпосылки для того, чтобы она развивалась. Что увидели? Увидели целый ряд очень интересных разработок. В частности, было очень приятно узнать, что Нижний Новгород является родиной второго по мощности российского компьютера, гигантского суперкомпьютера. И второе – это кадры, потому что нижегородские вузы, не все, но передовые нижегородские вузы, они в состоянии производить те кадры, которые в массовом порядке востребованы компаниями, работающими в IT-сфере. А это, наверное, самый главный показатель, потому что мы исходим из того, что в высокотехнологичных отраслях самое главное и самое полезное, что может сделать государство – это подготовить правильные кадры для отрасли. Причем кадры не только с высшим образованием, но и со средним техническим, потому что проблема индустрии, и не только здесь, заключается не только в отсутствии дипломированных специалистов. Проблема индустрии заключается в острейшей нехватке технических специалистов, которые даже могут не иметь диплома, но должны иметь и специальные навыки, и специальное техническое образование. И здесь мы как раз считаем, что очень большая возможность для взаимодействия как государства, так и бизнеса, потому что должно быть сформировано две вещи с участием бизнеса. Во-первых, мы считаем, что бизнес и IT-отрасль должны провести рейтингование российских вузов, где готовят специалистов для IT-отрасли, и определить, какие из них на самом деле готовят востребованных людей, которые не очень. Определить содержание программ, насколько образовательный стандарт соответствует тому, что нужно индустрии. И вместе выработать те критерии, по сути дела, технические задания, на основе которых надо будет готовить людей. То есть, в принципе, разобраться, кто конкретно нужен и как этих нужных людей нужно готовить. Да, и тут у нас есть очень хороший показатель, потому что по большому счету нам понятен потребитель. Причем потребитель, который говорит, что я готов за это платить. Я готов за это платить, нанимая людей на работу, я готов платить им зарплату. И в этой ситуации, понятно, что к этому целиком нельзя свести, но когда мы обсуждали возможности, какие критерии рейтингования вузов, один из критериев рейтинга может быть следующим, какую зарплату получают выпускники вуза после того, как они приходят на работу. Ну, так же делается в других странах, действительно, можно посмотреть. Когда вы заговорили о том, в принципе, об информационных технологиях, вы упомянули открытость органов власти. Я знаю, что вы были одним из разработчиков программы «Открытое правительство». Расскажите, с чего, собственно говоря, начиналась тогда ваша работа? Довольны ли вы тем, что сейчас и насколько сейчас, как вам кажется, открыто правительство и в целом чиновники наши? Ну, я могу сказать, что занимаясь программами «Открытого правительства», у меня было два направления, которыми я занимался. Первое – это изучение мирового опыта и анализ тех моделей открытого правительства, тех сервисов, которые могли бы использоваться в российских условиях. И второе – это как раз разработка предложений по внедрению государственных и общественно значимых онлайн-сервисов именно в самой Российской Федерации. Причем очень интересно, что ту работу мы на тот момент вели на пару с Николаем Никифоровым, который тогда работал в Татарстане, и мы с ним как раз занимались группой, посвященной разбитию государственных и социально значимых сервисов. Потом кончилось с тем, что оказались с ним в одном министерстве, вместе стали работать. Если говорить про международный опыт, я могу сказать, что с точки зрения открытости Российская Федерация однозначно находится в числе лидеров. Она находится там уже достаточно долгое время, и я могу сказать, что та степень информационной открытости в отношении доходов чиновников, в отношении их счетов, в отношении возможности ознакомиться с тем, что они делают, в отношении тех объемов информации, которые публикуются, она даже несколько лет тому назад уже превосходила многие европейские страны. И когда в 2012 году на саммите открытого правительства в Бразилии мы разговаривали со многими нашими партнерами, международными партнерами, они обращались к нам с вопросами и за консультациями. Как сделать это? А как у вас это получается? Расскажите про российский опыт в этих вещах. С тех пор был сделан еще серьезный шаг вперед, который касается и открытых данных, и прежде всего, конечно же, внедрения государственных сервисов в онлайн-сфере. Мне кажется, что основное движение сегодня в этом направлении будет происходить прежде всего в тех сферах, которые максимально значимы для людей. Это несколько направлений. Первым является жилищно-коммунальное хозяйство, и сейчас Министерство связи вместе с Министерством строительства ЖКХ занимаются разработкой государственной информационной системы ГИС ЖКХ. Это будет универсальная система, где будут собраны все данные о состоянии жилищно-коммунального фонда, о том, на основе чего делаются начисления, о выставленных счетах, плюс с возможностью оплаты этих счетов. Причем это будет не только удобно для граждан, потому что они будут четко понимать, за что они платят и почему, но это будет еще удобно и с точки зрения анализа того, что происходит у нас в индустрии, потому что вся информация об использующихся тарифах становится прозрачной. В прошлом году мы провели эксперимент, мы сделали в одном из российских городов пилот, и в этот пилот были заведены как раз все данные о тарифах и выставляемых счетах за жилищно-коммунальные услуги. Выяснилась интереснейшая вещь. У различных управляющих компаний за один и тот же объем одних и тех же оказываемых услуг счета различались в 8 раз. Ничего себе! То есть кто-то мусор вывозит за 5 копеек, кто-то за 40? Ну да. Наверное, рублей. Да, и это очень важно, в том числе и с точки зрения наведения порядка. Ну и кроме того, конечно, если будет введено то правило, которое сейчас нами предлагается, а именно, что неподтвержденный в электронном виде в системе на сайте счет за жилищно-коммунальные услуги может не оплачиваться, это сразу же решает проблему и фальшивых счетов. Мы знаем, что иногда есть мошенники, которые устраивают фальшивые счета и полностью тогда делают прозрачный, деятельность управляющих компаний, потому что в любой момент система позволит вам сказать, сколько он получил денег, сколько он недополучил денег, какие у него неплатежи, чьи стороны неплатежи, перечислили ли он деньги дальше и по каким расценкам он все это производит. Второе, что очень интересует людей, это здравоохранение. Здесь запись к врачу и информация о работе медицинских учреждений и в перспективе, мы считаем, мы должны будем перейти к развитию мобильной медицины, потому что во всем мире это очень перспективное направление. В частности, в США ежегодно экономится несколько десятков миллиардов долларов за счет того, что вместо того, чтобы держать человека в стационаре, в больничной палате, он находится дома и просто присоединенные к нему приборчики в онлайн-режиме передают информацию о пульсе, сердцебиении, давлении и прочих вещах. Вообще, современная медицина, она позволяет в том числе и даже дистанционно делать простейшие анализы, включая анализ крови и ряд других. Следующее направление... Соцзащита, наверное. А? Соцзащита? Ну, в соцзащиту входит все, это слишком широкое понятие, поэтому следующее направление, это, конечно, образование. Образование по нескольким направлениям. Во-первых, мы считаем, что нужно больше информации выкладывать об образовательных учреждениях. Здесь даже не нужны никакие особые государственные регламенты. Это те вещи, которые могут быть решены и на местном уровне, и на уровне отдельных учебных заведений. Потому что, если мы посмотрим на мировой опыт, например, в отношении школ, школы не только помещают информацию о результатах ЕГЭ, сколько баллов набирают их ученики. У очень многих зарубежных школ на сайтах вывешена следующая информация, из чего состоят школьные завтраки и обеды, где они заказываются, кто поставщик, по какой цене, как ходит школьный автобус, на какие деньги он арендуется, сколько получают учителя, какова каверификация этих учителей, где они до этого работали, куда поступили выпускники школы. И колоссальное количество другой информации, которая реально интересует родителей в тот момент, когда не думают, куда отдать ребенка учиться. Это, по сути дела, как раз борьба за конкурентоспособность образования. Это конкуренция между школами. Кроме этого, конечно же, важнейший элемент в отношении образования – это дистанционное образование. И мы сейчас, вместе с нашими коллегами из других ведомств, думаем над тем, каким образом могут быть организованы курсы дистанционного обучения. В том числе, это же перспективно и обучение иностранных студентов. Это может быть обучение на иностранных языках, потому что, вместо того, чтобы по ряду специальностей, по крайней мере, на базовых, плагодовительных курсах, направлять людей сюда учиться, куда дешевле, организовать возможность для их обучения в онлайне, это могут быть отдельные большие программы для развивающихся стран. И в этом может быть наш вклад в том числе в помощь развивающимся государству. Транспорт. Здесь очень большое количество вещей, включая то, с чем мы уже все столкнулись. Это штрафы, которые мы получаем. Кстати, стали аккуратнее ездить, потому что везде стали камеры. И кроме этого, стало меньше взяток инспекторам. Опять-таки контроль, потому что... Не просто контроль, исчезло общение чиновника с гражданином. А с камерой вы не можете договориться. Я еще хотела с вами вот по какому поводу поговорить, но единственное, думаю, может быть, мы продолжим это в следующей нашей студии. Дело в том, что буквально через несколько минут у нас здесь, в Куполе, будет проходить дискуссионный клуб о перспективах перехода на цифровое телевидение. Сегодня, как известно, анонсировалось открытие, запуск первого передатчика второго мультиплекса цифрового эфирного телевидения в Нижегородской области. Почему не состоялось в трех словах? А более подробно мы поговорим об этом во время дискуссионного клуба. Дело в том, что мы вместе с представителями индустрии находимся в постоянном диалоге в отношении того, каким образом развивать переход на цифру, потому что для многих это вопрос чувствительный и напрямую затрагивающий развитие и состояние их бизнеса. И в ходе этого диалога мы регулярно прислушаемся к тому, что нам говорят и пытаемся учесть те просьбы, которые есть в индустрии. Например, год тому назад здесь, в Нижнем Новгороде, мы проводили большое совещание с представителями местных телекомпаний, в ходе которого они все выражали обеспокоенность с планами в 2018 году отключить аналоговое вещание на территории Российской Федерации. Они были не исключением в других регионах тоже есть такая проблема и тоже обеспокоенность. была точно такая же проблема, была точно такая же обеспокоенность. В результате этого, внимательно поработав с индустрией, отдельно с региональными компаниями, потом обсудив это на площадке НАТО, Национальной Ассоциации Телевещателей, мы поняли, что не надо торопиться с декретом об отключении аналогового вещания, что аналоговое вещание это дело добровольное и сугубо индивидуальное, каждый канал должен для себя решать, в какой модели он может развиваться. Мы взяли курс на то, что назвали затем многоукладностью российского телевизионного рынка, на котором может существовать и аналог, и цифра, и кабель, и спутник. И поэтому было принято решение о том, что в 2018 году насильственного отключения аналога не будет. Одновременно с этим мы получили просьбу от участников второго мультиплекса изменить порядок подключения населенных пунктов ко второму мультиплексу, а именно второй мультиплекс коммерческий. Каналы, находящиеся там, они платят за распространение сигнала. Цена сигнала зависит от количества передатчиков, которые его распространяют. И получается сегодня, что чем меньше населенный пункт и чем он отдаленнее, тем меньше, соответственно, население охватывается этим передатчиком. Тем дороже для канала получается распространение его сигнала до своей аудитории. с учетом того, что экономическая ситуация сегодня не так хороша для телевидения, как прогнозировалось раньше, на рекламном рынке у нас не наблюдается роста. Вполне возможно, что по этому году будет даже определенная стагнация у ряда телевизионных каналов. Каналы попросили нас пойти не от малых городов к большим, от больших к малым. Потому что начало запуска второго мультиплекса в больших городах позволяет меньшим количеством передатчиков охватить большую аудиторию и за счет этого сэкономить на распространении сигнала. Поэтому, согласившись на изменение формулы вместо от малых к большим от больших к малым, мы внесли корректировки в планы подключения. Сегодня как раз мы собрались подключать малый город, но начнем с большого. Я хочу сказать, что давайте мы этот разговор продолжим. Дело в том, что буквально вот-вот здесь начнется дискуссионный куб, посвященный как раз-таки цифровизации цифровому телевидению, поэтому не отключайтесь. Тему мы задали, разговор начали. Буквально через несколько минут сюда придут гости и мы в более широком кругу будем обсуждать эту проблему. То есть сейчас мы выступили на разогреве мероприятия? Да, фактически, да, спасибо. Не на каждом мероприятии замминистра на разогреве, да. Не отключайтесь, мы скоро вернемся.